МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Государственный совет Чувашской республики. Постоянно действующий высший и единственный законодательный орган государственной власти в регионе. А что, собственно, скрывается за этим официальным определением? Чем занимается госсовет Чуваши? Так, что вам сказать-то? Утверждают законы оригинального уровня, понимают какие-то общие вопросы. Вы знаете, чем занимается госсовет Чуваши? Не знаю. Нет, честно говоря, не знаю. А предположений нет? Да нет, конечно. Ну, законы какие-то там, не знаю. Законодательными инициативами и предварением их в жизни. Приятием законов, законодательных актов, документов и реализацией их в жизни. Может, я не буду отвечать? А мы будем отвечать. С вами Рома Курочкина в эфире программа «Законодатель». Государственный Совет Чувашской Республики состоит из 44 депутатов, которые избираются на 5 лет. По результатам выборов сейчас 35 мест занимают депутаты фракции «Единая Россия». Три места получила фракция КПРФ, также три – ЛДПР, два – «Справедливая Россия» и еще одно место на данный момент вакантно. Десять депутатов работают на постоянной основе, то есть получают зарплату. Это председатели и руководители комитетов. Остальные совмещают депутатскую деятельность с основной работой. По большому счету, если отойти от официальных формулировок, Госсовет рассматривает основные вопросы жизни региона. Он принимает бюджеты, контролирует, как его расходуют, реализует федеральные законы с учетом региональных особенностей. К примеру, устанавливает размер льгот, которые зависят от величины прожиточного минимума каждого конкретного региона. Также, если это не противоречит федеральному законодательству, депутаты могут принимать законы, которые будут действовать только на территории Чувашии. Так, с недавнего времени больницы освободили от необходимости проводить конкурсы на закупку лекарств и медикаментов. Теперь по заявкам медучреждений это делает госпредприятие «Фармация». А на одной из последних сессий в первом чтении приняли законопроект об увеличении в Чувашии количества рабочих мест для инвалидов. Кроме того, наши парламентарии могут выходить с законодательными инициативами в Госдуму страны. Бывает, вносим предложение по изменению федерального законодательства. Например, сегодня федеральное законодательство отстает. Семейный кодекс, например, отстает. Как отстает? Семейный кодекс, статьи семейного кодекса от нашей жизни отстают. А, вот. Вот, значит, например, к сожалению, есть проблемы алиментов. Не платят алименты. Есть прожиточный минимум на ребенка. Он более 8 тысяч в месяц. А вот с законом определенного минимального размера алимента нет. Как минимум, плательщик алимента должен платить половину прожиточного минимума. Вот с этой инициативой выходим. Сейчас вы ходите в Госдуму. Да. Потом следующее. Не определен понятие такого злостный неплательщик алимента. Так. Да, все только называют, а что такое? Алименты что? Ребенок каждый день питается. Его одевать надо каждый день. А он в год один раз заплатит алименты и уже выпадает из категории злостных неплательщиков. Так, приставы уже не могут ничего предъявить. И то он заплатил там тысячу рублей при прожиточном минимуме больше 8 тысяч в нашей республике. И вот такие несоответствия статей федеральных законов, законов федерального законодательства, они есть. И мы, регионы, над этими работаем, вносим предложения. Чтобы принять закон, бюджет или выйти с инициативы в Госдуму, за должно проголосовать большинство депутатов. О том, как это происходит. Далее. Светлый означает «за», «темный», «против». Вот таким образом, с помощью камней, их еще называли псевами, голосовали античные судьи. Такой же способ применялся, например, в Херсонесском государстве. В Древнем Риме самым распространенным способом голосования было использование жестов. К примеру, во время гладиаторских боев, если толпа показывала руку с пальцем, поднятым кверху, это означало, что она просит помилования пощады проигравшего. Если же палец был опущен вниз, то совсем наоборот. Способ, который до сих пор пользуется популярностью при открытом голосовании, это поднятая кверху рука. Так, например, голосуют в Чебоксарском городском собрании депутатов. Но в Государственном совете используют другую систему. Вот они, современные псевы депутатов Госсовета. Специальные именные карточки, которые они получают перед тем, как в день сессии зайти в зал заседаний. Как с помощью них голосуют, нам покажет Владимир Михайлов. Мы подошли к вашему рабочему месту, да, непосредственно? Да, непосредственно. Рабочее место для трех депутатов регламентной группы. Она здесь на постоянной основе все пять лет находится. Вот здесь мое рабочее место. Давайте пройдем, я буду вашей сегодня соседкой по рабочему месту. Да, пожалуйста. Так. Очень интересно. Затем происходит электронная регистрация депутата путем вставления чипом вниз, вот в это окошечко карточки. Так, и вы? И затем отслеживаем. Да, отслеживаем. Вот система показывает, присутствует один депутат. В момент, когда председательствующий объявляет, идет голосование, у нас за гаражей загораются вот эти кнопочки. Вот как раз против, видите, воздержался третья кнопочка и за. Десять секунд дается для того, чтобы проголосовать. Это много, мало или достаточно времени? Это вполне достаточно. Просто когда идет обсуждение, депутат уже принял решение и только ждет команда председателя. Безусловно, десять секунд, как правило, все успевали. И ни разу не было такого случая, что кто-то не успел. Впрочем, карточки и автоматическая система, они единственный вариант для открытого голосования. Бывают такие случаи, не знаю, свет отключили, да? Что в таком случае будет делать Госсовет, если система вышла из строя, не работает? На случай, если электронная система голосования выходит из строя, у нас регламентом предусмотрено, как в добрые старинные времена, ручное голосование. Есть специальная счетная группа из пяти человек состоит. Однако на памяти Владимира Михайлова такого ни разу не случалось. И у депутатов, которые входят в счетную группу, не было возможности поработать в этой роли. Если бы я была депутатом, я бы придумала такой закон, по которому лучших сотрудников компании бесплатно отправляют отдыхать в теплые края. Но мечтать не вредно, и именно это мы предложили сделать чебоксарским школьникам. Мы предложили им пофантазировать и ответить на вопрос, какой бы закон они приняли, если бы стали депутатами. Мы услышали много интересных предложений. Их мы обсудим с депутатом Государственного совета Григорием Даниловым. Григорий Владиславович, здравствуйте. Давайте присядем и посмотрим ролик нас. Я хотела бы, чтобы все домашние задания отменили и не было бы в конце учебного года ИГЭ. Вот молодой человек предлагает отменить ИГЭ и домашние задания. Как бы это было? Хорошая инициатива отменить домашние задания. Родители бы сразу освободили в вечернее время. И так можно сделать. Но тогда домашние задания ребятам придется делать в школе. То есть в любом случае их надо будет выполнять. А каким образом в школе? Это какая-то система продленки. Да что можно предложить? Можно посмотреть финский опыт, где сам урок проходит в таком формате, когда дают новое знание, тут же делают работу на закрепление и потом делают работу на повторение. То есть все это включают в один урок. И дома уже не приходится заниматься. В принципе, интересные мысли, потому что я смотрю на своих знакомых. Я вижу, как на самом деле по вечерам бабушка красит контурные карты, папа делает презентацию, ребенок учит стих. То есть действительно, может быть, если ребенок в школе будет этим заниматься, это в принципе здраво. Ну, конечно. Смотрите, ребенок учится с 8 до 3 часов практически в школе. А потом приходит дома, несколько часов проводит за уроками. Это не нормально. Предложение действительно стоящее, и мы точно его рассмотрим. Второй момент – отменить ЕГЭ. Я сторонник единого госэкзамена. Потому что ЕГЭ – это возможность ребенку, школьнику даже с глубинки поступить в лучший российский ВОЗ. И поэтому отменять его не надо. Возможно, есть проблемы в процедуре проведения ЕГЭ, в порядке проведения. Вот здесь нужна помощь. И помощь нужна и школьников, молодежного парламента, и школьного парламента. Пусть выходит на наш госсовет Чувашия, и мы обязательно каждое предложение учтем. Если бы я была депутатом, я бы всем выдавала очень много зарплаты. Как вам такое предложение? Вообще, звучит, конечно, красиво. Выдавать много-много зарплаты. Но надо понимать, что заработная оплата, что из себя представляет? Зарплата – есть оплата за произведенный ценный конечный продукт. Насколько ты что-то полезное производишь, создаешь, делаешь, настолько тебе и готовы за это платить. То есть это связанные вещи. А раздавать деньги просто так невозможно, иначе будет инфляция, и экономика страны рухнет. Правительство Российской Федерации приняло решение, по которому минимальный размер оплаты труда, вот ту минимальную зарплату, ниже которой никто платить не может, будет на уровне прожиточного минимума. То есть при правильном расчете прожиточного минимума, человек, получающий зарплату, работающий в Российской Федерации, не должен оставаться голодным, неодетым и без жилья. То есть он должен мощь себя обеспечивать. Если бы я была депутатом, я бы приняла такой закон, чтобы алкоголь и сигареты стоили в 10 раз дороже, чтобы цена была большая и никто не покупал. Согласен с этим. Алкоголь однозначно должен стоить гораздо дороже. Моя позиция такая, что алкоголь не должен продаваться в супермаркетах. Должны быть специальные магазины для продажи алкоголя. И они должны работать определенное время. Раскрой небольшой секрет, мы определенную работу в этом направлении идем. И я думаю, будут результаты, и о них мы сможем вам рассказать и показать. Но суть важная самая в том, чтобы понять природу этого явления. Что такое алкоголизм? Это лишь следствие. Есть какие-то причины, почему человек начинает употреблять алкоголь. Вот в этом надо разобраться. Просто такими одними пошлинами, запретами, запретами не решишь проблему. Действительно, оно не так работает. Может быть, у человека проблемы какие-то. Вот в этом надо разбираться. Проблемы с низкой зарплатой, возможно. Нехватки солнца в России может быть. Нехватка солнца в том числе. Какие-то личные проблемы. И человек из какого-то своего личного опыта считает, что лучше это уйти в бутылку. Начинают употреблять алкоголь. На самом деле это не так. И здесь нам нужно работать. Нам, я имею в виду, обществу в целом. Если бы я стала депутатом, я бы пожелала, чтобы бездомных животных кормили бесплатно. Строить побольше приютов для бездомных животных, чтобы их было на улице меньше. Что здесь делается в Чувашии для решения проблемы? Важно, чтобы хозяева отвечали за своих домашних питомцев. Чтобы они не могли их просто выгнать на улицу. Понимаете? То есть они должны за это отвечать. Для этого должен быть учет, что есть домашние животные. И понимание. Если кто-то кого-то выгнал, он за это должен отвечать. Так появляются бродячие собаки, бродячие кошки. И это не есть хорошо. Город в этом направлении работает. Мы, законодатели, госсовет Чувашии принимаем законы, которые регулируют эти отношения. А городские власти, в нашем случае Чебоксарская городская администрация решает проблемы. Кстати, у нас есть положительное решение. В Чебоксарах есть центр передержки домашних животных. Именно те животные, которые обнаруживаются на улицах, их отлавливают гуманным способом, отлавливают и содержат в этом центре передержки. Где ему делают прививки этому животному раз. Второе, ищут либо хозяина, если он утерянный, либо пристраивают это животное. Понимаете, 6 месяцев дается на то, чтобы животное было пристроено. Мне кажется, именно потому что энтузиасты занимаются, комплексно проблему не удается решить. Пункта передержки не хватает, мест не хватает. Очень немногие люди согласны взять животное из приюта к себе домой, пусть оно даже стерилизованное и привито. Может быть, действительно, на законодательном уровне вести программу по стерилизации, как это сделало ряд стран, к примеру, Запада, а не отстрел, как это действительно бывает у нас. В данном случае в Чебоксарах нет никакого отстрела, чтобы вы понимали. Здесь мы добились того, чтобы их отлавливали и содержали в этом приюте. Это факт. То, чтобы их стерилизовать и что-то с этим делать, да, вопрос открытый. Но нам надо поработать в направлении ответственности хозяев за своих животных. Все бродячие животные – это выгнанные на улицу домашние питомцы. К сожалению, так. А что можно сделать? Вести какие-то обязательные учеты этих домашних животных, особенно породистых? Или штрафы какие-то вести? И, кстати, вот по закону о жестоком обращении с животными, что здесь тоже слышно? А вот смотрите, во-первых, для того, чтобы такой проблемы не было, это нужно, конечно, изменение федерального законодательства в том числе. Такое животное должно стоять на учете, да. Раз оно стоит на учете, дальше оно должно быть чиповано. И потом, если оно будет выгнано, по этому чипу легко будет определить владельца. Понимаете? А если он выгнал, значит, он должен потом оплатить содержание в приюте этой собаки, к примеру. Либо, если он хочет отказаться, он опять же приходит в приют и оплачивает ее содержание. В Европе так. Конкретно есть в Голландии, в Дании очень хорошие примеры. Что касается жестокого обращения с животными, да, вот вы сказали, в этом направлении сейчас законы принимаются, Государственная Дума их принимает, и наказание за жестокое обращение с животными становится реально таким, которое, ну, не должно вот оподвигать людей, совершать такие безобразия. Ну что ж, мы с вами обсуждали очень серьезные темы, наши школьники предлагали очень интересные, действительно, законы. И вот еще один... Серьезный закон, да? Не совсем серьезный закон. Если я был депутатом Чувашской республики, я бы ввел такой закон, чтобы всем детям на обед давали только конфеты. Сейчас на законодательном уровне вообще идет речь о том, чтобы запретить продавать там сладкую воду и такие сладости, которые могут вредить здоровью, да. Ну, учеными доказано, и не только британскими, кстати, да, что вот такие сладости на самом деле в большом количестве, они становятся тем же самым наркотиком. У человека возникает зависимость от этого, и он, ну, ест постоянно эти сладости. Инициатива очень интересная. Я приглашаю этого инициатора к нам в Государственный Совет Чувашской республики. Я с ним хочу лично пообщаться, и, может быть, он, ну, скорректирует немножко свое мнение. Ну что ж, над ними словами, у нас две новости для молодого человека, да? Плохая, что сладость, скорее всего, на обед ему никто давать не будет, неограниченных количеств. Но зато есть возможность сделать карьеру в Государственном Совете Чуваши. Что ж, спасибо большое за беседу.